Сохранить здоровье и красоту женщины – основная цель семинара, организованного сотрудниками ЛАДЭ и Синева, двух крупных медицинских центров, которые уже не один год стоят на страже здоровья прекрасной половины человечества. Специфика их работы – дарить людям гармонию, внутреннюю и внешнюю. Сделать это сегодня возможно благодаря современному, высокотехнологичному лазерному оборудованию и новым методикам. Лечить эффективно, безопасно и качественно – это реально. Мы хотим ознакомить наших коллег с появлением новой современной лазерной технологии благодаря фракционному СО2 лазере компании ДЭКО, с помощью которого наши пациентки получают уникальную возможность на долгое время оставаться молодой, здоровой, активной, долгое время сохранить молодость ощущений. Здоровье и молодость ощущений подарит пациентам Центра ЛАДЭ методика «Монализа Тач», разработанная на основе СО2 лазера. В настоящее время она активно внедряется в гинекологическую практику для коррекции женских проблем. Опыт докторов подтверждает высокую эффективность процедуры, которая является достойной альтернативой длительной лекарственной терапии и оперативным вмешательствам. «Монализа Тач» — это процедура возвращения молодости в интимной женской сфере. Это не только красота, это именно здоровье, потому что у женщины с возрастом появляются нарушения, такие как недержание мочи, что очень снижает качество жизни, появляются ощущения сухости, сжения, дискомфорта в интимных отношениях. Все это убирается благодаря этой процедуре. Женщина возвращается снова к молодым ощущениям, а гармония в интимной сфере для женщины очень много значит. Что несомненно важно, уникальность «Монализа Тач» в том, что нет узких рамок и ограничений в подборе параметра. Врач может формировать протоколы лечения, индивидуально подбирая их не только для каждой пациентки, но и для каждой новой процедуры. Алгоритм действий пациента достаточно прост. Первоначально надо посетить доктора. Доктор посмотрит, оценит показания, противопоказания, расскажет, какие необходимо пройти обследования. Сама процедура занимает немного времени, но требует нескольких посещений врача. Все новые возможности и методики в лечении женских заболеваний успешно опробированы в медицинском центре ЛАДЭ, были представлены брестским врачам-акушерам-гинекологам, и имея собственный опыт использования лазера, они согласились с тем, что данная методика при правильном использовании имеет большое будущее. Нашему медицинскому центру ЛАДЭ 25 лет, в частности филиалу в городе Бресте 18 лет. Мы уже достаточно взрослые и большие, и стараемся максимально оказать качественную медицинскую помощь нашим пациентам в Брестской области. У нас очень много направлений. Гинекология, урология. Сейчас у нас появился очень хороший специалист по пластической хирургии, который из наших пациентов, которые так прекрасно сделают еще более прекрасно, они будут выглядеть молодо. О возможности сохранить женщину для счастливого и здорового будущего говорили и сотрудники медицинской лаборатории Синева. По мировым данным, смертность от рака шейки матки составляет более 260 тысяч женщин в год. Это первое место по распространенности среди всех злокачественных заболеваний у женщин. Ранняя диагностика – важнейшая задача современной гинекологии. Основным методом ранней диагностики и скрининга является цитологические исследования. Ноу-хау – метод жидкостной цитологии. Современный и более информативный вариант этого вида исследования. Современная гинекология стремится к раннему выявлению предрака и рака шейки матки, поскольку рак шейки матки, к сожалению, в последнее время имеет тенденцию к омолаживанию. Жидкостная цитология – это метод ранней диагностики предрака и рака шейки матки для того, чтобы женщина смогла себя сохранить для здорового и счастливого будущего. Переходите, пожалуйста, в лабораторию Синева. Медицинский центр ЛАДЭ и медицинская лаборатория Синева. Врачи этих центров всегда идут в ногу со временем, применяя высокие стандарты по оказанию современных медицинских услуг на уровне европейских стран. Тем самым они сохраняют самое главное, что есть у человека – его здоровье. Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова